Что ты хочешь? Да называйся, кто ты такой? Черепанов Василий Николаевич. Николаевич, сколько тебе лет? 77-й. 77-й, а откуда ты пришел? С дома престарелого. В дом престарелого, а где он находится? Кутузово, 160. Это где, в каком месте? Ну, по Кутузово. А где Кутузово-то, какая? Где это? Ну, в Улыгинок где. Ага, за Булыгина там, ну я знаю так. В конце в самом. Ты там давно? Да вот, три года исполнится. Три года. И сколько тебя берут? 75%. А сколько у тебя пенсии? Да, пенсия минималка. Какая? Около 13. У меня такая же, минимальная. Так, и как ты там? Посты соблюдаешь, нет? Нет. А ты знаешь, что сейчас пост идет? А ты разве не можешь там сказать, чтобы тебе постную пищу готовили? Что тебе это не надо? Непонятно, как так? Ну, ты веру не потерял, веришь во Христа? Ну, верю, конечно. Веришь? А почему ты не сказал? Это даже в армии, в тюрьме, и то какую-то можешь ильготу найти. А тут-то проще всего. Сказал, я буду есть только без мяса, без молока, без яиц, без рыбы. Почему? Это вы просто сами не сказали. Есть охота? Ну, да. Ну, а как? А почему у тебя пояса нету? Не разрешают носить пояс? А, беспоясную. А? Церковь беспоясная. Ну, ты там-то у них-то пояса себе подвязал хотя бы беревочку. Тебе бы что, сказали не надо или что? Ну, все беспоясные ходят. Ну, как без пояса? Держи. Сделаешь себе пояс. Без пояса нельзя. Это человек распоясанный хулиган называется. Ну, беспоясные все. Ну, зачем всех-то смотреть? Ты перед Богом один. Ну, там на территории церковь все беспоясные ходят. Тебе слово «все», что дает оправдание разве? Вот когда человек где-то случился, какая-то беда, он говорит, да все так делают. Поэтому я и делаю. Ну, я как белого ворона там буду. Ну, тебе неохота быть белой вороной. Перед людьми ты себя показываешь хорошим, а перед Словом Божьим ты нарушаешь порядок. Как? Как это ты? Написано, кто любит мир, в том нет любви отчей. Дружба с миром, если вражда против Бога. Ты знаешь это? Знаю. Ну, считай послание Якова. У тебя с тобой-то есть Евангелие считать? Да я не могу читать. А почему? Катаракта на обои глаза. А-а-а, маленько назад, чтобы я тут не... Операцию сделали. Да. Но читать не могу. Но операцию-то сделали. Ты мог бы другому там кто-то сказать, давай почитаем. Я не могу, почитайте. А там никто не читает. Ну, никто не читает. Зачем на это смотреть? Это мир. Безбожный мир. Никто не верит. А ты один верь. Все идут в ад, и ты в ад хочешь подпоешься сейчас прям сразу. Заверни. Сразу забежи, и все. Видно будет, что ты что-то имеешь. А там мужчин много? Нет, всего двое, остальные женщины. А женщины? А почему так? Как это так? Я не знаю. Мужики, наверное, где-то самостоятель или погибли? Я не знаю. А во сколько у вас подъем там? Че? Подъем во сколько? Утром? Так то как встанет. Вас не будет? Нет. А ложиться во сколько? А тоже. Ну, завяжи второй узел или что, чтобы другой-то у тебя было. Кто после ужина сразу ложиться спать? После ужина надо два часа не спать, чтобы желудок не болел. Ну, там так сразу после ужина спать ложаться. Ну, ложаться ты можешь. Ну, некоторые. Ты не ложись, а посиди два часа. Подумай, поразмышляй. Ну, завязывай, так она и будет весь. Ну, петлю-то завяжи. Так, а тот дом, где у тебя был, ходили мы, где я печку делал, тот дом где? А продал. А на сколько? Да я уж не помню. Ну, примерно. Ну, то ли 350. Тоже 350? Ну. А деньги-то куда делаете? С собой вот они. А-а-а. У тебя не утащат их там? Вот они с собой. Ну, понятно, что так. А как ты надумал сюда прийти? Ну, вот у меня срок кончился. Я деньги снял в Сбербанке. Хотел положить в почтобанк. Пришел, она болеет. Кто она? Ну, кто работает в почтобанке. Ну, вот пришлось с собой таскать. Ну, это ладно, носи. А что ты ими будешь делать, деньгами этими? Да надо покупать что-то, дом. Дом тебе же там не нравится? Где? Ну, в доме инвалидов-то. Не. Ты уйдешь оттуда? Ну, уходить надо. А прежний дом тебе не продадут назад? Нет. А там цену заломили под 600 тысяч. Сколько? 600 тысяч. 600 тысяч? Ну. Ну, что это? А продал за сколько? А продал. Ну, я говорю, за 350, что ли. Тысяч? Ну. Понятно. В два раза больше. Ну, у тебя деньги-то какие-то остаются, нет с пенсии-то? Ну, 3 тысячи кого-то. Ну, 3 тысячи. За год у тебя уже 36 тысяч будет. А пришел-то с какой целью сюда? Да пришел с целью. Дал я Сокольских Валерию взаимоденьги. Валерию Сокольскому сколько? Под 400 тысяч где-то. А зачем давал ты ему? Когда давал? Да уже четвертый год пошел. А на что он просил деньги ему? Зачем? Ну, в кредит взял и все в яме. Ну, он вас-то искал хотя бы. Почему он не отдал-то вам? Ну, не знаю, что-то... Ну, это никуда не годится. Никогда. Не навещает что-то меня. А почему ты раньше-то не пришел? Я вот за это время-то его потрес тут. Да-ка, сюда-то ты пришел ко мне. Валерия-то здесь нету. Нет, я с целью, чтобы... Стой назад, отойди маленько назад. Близь, не подходи. А то у меня тут не помещаешься. Чтобы он со мной рассчитался. Ну, так ты тут почему решил здесь-то его искать? У него есть квартира, когда... Ну, вот я его выручил. Ну, община пусть выручает. Как вообще? Его выручает. Нам не надо. Как это он? Это у нас вообще несколько есть. Все занимают деньги, и мы должны его выручать. Ну, я его выручил. Ну, ты выручил между вами двумя делами. Какое общение-то имеет-то? К общине какое это отношение имеет? Ну, я говорю, выручать он вообще... Да зачем меня выручать? Мы его не знаем, что он брал деньги. Мы это не знаем и не слышали. Говоришь ты правду, неправду. Мы ничего проверять не будем. Вы двое между собой решали. О, ты ему дал, теперь он должен вернуть. А при чем тут община? Ты что угодно прям говоришь-то. Какое отношение-то это имеет? Вот большой дом. Один у одного занял, а пришел у нас большой дом, поэтому платите мне или как? Нет, я... Ввиду того, что это... Чтоб побудили его на это. Ну... Я могу сказать. Совесть, что... Это моя жизнь. Я обязательно скажу. Ну, четыре года вот исполнилось. Ну, почему ты не пришел? Прошел год, месяц. Ты бы пришел... Я говорю, четыре года вот уже исполнится. Я тебе еще раз говорю, ты пришел бы полгода, прошло не платит. Уже давно бы заплатил. Я бы ему каждый день напоминал это. Я первый раз это слышу. Ты сегодня знаешь, какое число? Шестое апреля. Какой год? Двадцать четвертый. Ну, два. Впереди-то какие цифры стоят двадцать четвертый? Две тысячи. Две тысячи. А сегодня какой день? Суббота. Суббота. Все правильно. Я скажу ему это. А он тебя где найдет там? В доме инвалидов? Ну, он приезжал ко мне. А, а приезжал зачем? Ну, приезжал уже в прошлом году, в теплое время. Ну, он приезжал с какой целью? Ну, навестил и все. Ну, не говорил о долге. А ты почему про долг-то его сказал, что он должен? Ну, отдать от дома, когда, не знаю. Так он работает или нет? Ну, наверное, работает. Ну, как это? Четыре года держать. Что ж ты раньше-то не прошел? Я тут на твоей стороне. Я строго за это смотрю. Я вот какая, видишь, вот, ну, все, не такое, как надо. Дом надо ремонтировать, то другое. Ну, в долги где никак, чтобы... Я с долгами не жил ни одной ночи. Было так, вот внезапно захватили нужные деньги, только до вечера. Так вот, я тоже. Ну, вот это, ты видишь, ты какой. Ты молчал, не говорил. Я тут ничего не могу сделать. Ну, он говорит, отдам, отдам. А когда отдам, мне не говорит? Ну, так нельзя. Слово отдам. Везде существует норма, порядок. Хорошо, я это принял. Так, больше ничего нет ко мне? Нет. Все, я ему скажу, с Богом. А как ты нашел, не заблудился? А у вас там церковь какая построена там? Ну, на территории. А сколько раз идет богослужение в неделю? Раз? Ну, по праздникам и суббота, воскресенье. Суббота, воскресенье. А кто ведет? Какой священник? А я что-то не веду. Как там на исповедь-то? Нет. А почему? Да, недостойный. Как недостойный? На исповедь нет недостойных. Наоборот, если священник не примет, там 52-е, кажется, апостольское правило, то его могут снять, сняться, какой бы то ни был. Мы все недостойные. Господь пришел ради грешников. Вот, говорит, агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие 1,29. Прямо говорит. А у тебя там были какие-то книги, куда они делись? А у Михаила? У какого? Ну, Михаилу, то ли, то ли, то ли, то ли, то ли, что он? Ну, он хозяин, который здесь, по хозяйству. Ну, ты ему отдал книги. Сколько книг? А я не помню. Ну, примерно, хотя бы 5, 10 или 20? Да, наверное, больше. Ну, около, может, 20, меньше. А какие книги были, назови? Да не помню. Ну, это плохо. А ты ни одной книги с собой не взял? Так а у меня там некуда. Как некуда? Да под подушку положил, и все, одну-то книгу-то. Негде. Ну, как некогда. Я был в тюрьме, и у меня было, в тюрьме был, в лагере был. У меня всегда был с собой Новый Завет. Ну, Библия есть. Ну, все. А остальное-то тебе не так и на ужин. У тебя там есть Библия-то? Нет. Ну, так почему никого не попросишь, у кого глаза хорошие, чтобы почитали? Женщина какая там, старушка, скажет, ты считать умеешь? Давайте вместе собираться. Это не запрещается. Сейчас свобода такая. Мы посещали там, их знали, там больных посещали. Мы были там ближе маленькой. Ну, все. Если вопросов никаких нет, он сегодня не придет, завтра должен прийти. Он в субботу не приходит, как правило. Ну, все. Ну, благодарю, что засел сюда, зашел к нам. А ты ни на кого не обижаешься из наших? Ну, на кого обижаешься. Ну, мало на кого. Может, на меня обижаешься. Да, но не... Вот какое дело-то. Что ты хочешь оттуда уйти, и тебе нужны деньги. Ну, нужны деньги. Нужны деньги. Так. Ну, ты знаешь, что я ему, если увижу завтра, теперь я насяду, он от меня никуда не уйдет. Ну, в ближайшее время пусть отдает. Конечно. Ну, 4 года вот уж он. Тебе 77-й год уже идет. Вот. Вот какое дело-то. Так. А в храм, когда приходишь в воскресенье, ты всегда приходишь там? А почему же на испу это не идешь? Ну, недостойный. Нет, такого нету. Это не причина, это грех нераскаянный. Ты наоборот скажи, я недостойный пришел. А что недостойный? Это когда-то было здесь. Ты там не женился еще? Не хочу. Ну, вот всего. Воровать не воровал ни у кого? Курить не научился? Ну, а что ты тогда сейчас, что недостойный-то? На испуять недостойный, я даже не слыхал такого. А-то бывает, человек живет где-то в разврате каком-то и тогда. Что? Надо сначала оставить грех, а потом идти. А у тебя ничего этого нету. Пост не соблюдаешь. Это нехорошо. Нехорошо. Я здесь в тюрьме был, и в армии был, и пост соблюдал. В армии. В советское время. Мне 84. Маленько постарше даже. Ну, вот так вот. Значит, с постом ты разберись прямо сегодня. А я буду просто помолюсь, когда он придет с ним вместе. И буду настаивать все время. Покоя, скажу, тебе нету. Чтобы я его направлю к вам. Чтобы там разговаривал с деньгами. Пускай здесь где-то займет и отдаст. Ну, вот я про это и говорю. А я про это и говорю. Четыре. Община под его ручит. Ну, все тогда. А почему ты подошел к окну, а не к дверям? А я стучал, стучал в дверь. Нет, там, ну, у двери там висит палочка, и по скобке надо стучать. А я кулаком стучал. Ну, а кулаком в материю стучал. Что это? Это нарочно. Идем, я тебе покажу. Это у нас сарай. Вот так. Ну, тут территория-то у нас большая. Слава Господу. Посмотри. Вот сюда вот. Видишь палочка? Подойди туда. Ну, вижу. Ну, вижу. Возьми, поколоти по этой, по ручке. Она висит. Бери ее. Так. Поколоти. О! Все. Я сразу услышу. А тут все. А дверь-то обитая, видишь? А ты как колотил? В дверь? Нет. Семен Николаевич, давай. Тебя не колаешь влечать-то? Не колает. Я знаю. Ну, все, тогда пошли, я провожу. Так. Стущать. Если какая-то беда будет, уж беда просто. А так зря ты не ходи сюда. Вот так. Я вот по делу и пришел. Все нормально, что ты пришел. И будем думать. Если бы он приходил в субботу, а сегодня суббота. Ну, я тебе говорю, вы же община. Да. За счет этого. Никак, никак. Ходатайствовать. Ну, как, как? Я могу ходать, чтобы отдал. Ну, у меня ему выручка-то должна быть. За него платить никто не будет. Мы никакого отношения к этому не имеем. Ну, а я же ему помог. Ну, и помогайте друг другу. Это ваше дело. Зачем на общину-то? Да кто будет? На общину тут и бабушки на пенсии живут, и болящие. И кто должен теперь думать? А теперь он, может быть, еще где-то занял? Ну, и Севастьяна, он богатый. Ну, и что? Севастьяну... Ну, может, помочь. Нет. Чего ради? Он чужие долги неизвестно куда. Нет. И Игорь Дебунов тоже богатый. Да при чем тут они-то? Я не пойму никак. Нет, ну, помочь-то ему. Да кому помочь-то? Ну, Валерию. Да он не просил никогда. Чего помогать-то? Мы только сейчас узнали. Как помогать, когда мы еще не знаем. Ну, мне надо бежать оттуда. А... Все, нет, нет, все, никак. Покупать не начали. Все, не начали. Все, не надо было давать. Зачем? Ты не советовался ни с кем. Деньги давал, не советовался, а вернуть советуешься. Нормально это разве? Я бы тебе сказал, не давай. Он развелся там с женой, там еще, я не знаю, там. Он где-то один живет. Ну, все, с Богом. Он в магнатушке живет. Я не знаю. Так, уходи, я закрою сейчас все. Ну, ладно. Значит, пока не приходи. Да, с Богом. С Богом. Храни тебя, Господь. С Богом, давай. С Богом. Ну, вот так. Вот над дверями что, крест какой. Никаких набалдажников нету. О! У нас береза тут засохла почти совсем. Как теперь провода-то тут телефон? Телефон. Ну, и все. Ну, и все.